Сегодня хотелось бы поговорить о главном риске, который присутствует на рынках, который присутствует у всех людей, кто занимается инвестированием в своих денежных средств. Но о нем мало кто говорит, мало кто упоминает. Но при этом, если посмотреть пути самых успешных инвесторов, они все обладают этими качествами. Одно из лучших качеств управляющего или инвестора заключается в умении более критично относиться к тому, что я знаю. Люди, которые попадают в наибольшие ошибки, как раз-таки наоборот себя абсолютно ведут, и качество это обратное. Что они кого-то одного увидели, понравилась харизма, очень умно говорит, очень аргументированно это все делает. Показывает свои какие-то результаты, которые непосредственно получил. Чем более уверенного человека я вижу перед собой, чем более человек неприемлемо относится к альтернативной точке зрения, тем в большей зоне риска находится этот человек. Очень много трейдеров, которые рассказывают свои собственные истории, которые в конечном счете все равно говорят о том, что нужно от трейдинга переходить к инвестициям. Насим Талеб, очень много про сказано неопределенность, очень много сказано про антихрупкость. Принц Рая Далио, почитайте книгу, он говорит, что для меня важно, что я не знаю по сравнению с тем, что я знаю. И я очень сильно ценю людей, которые мне говорят альтернативную или даже противоположную мне точку зрения аргументированно. Какие-то видео, в том числе у нас на канале, они предлагают альтернативную точку зрения. То есть они идут в разрез с общепринятым мнением. Иногда бывает такое, что люди говорят, о, то говорил доллар будет расти, а то говорил доллар будет падать. А речь про то, что вы должны просто для себя понять, чем аргументируется эта позиция и чем аргументируется эта позиция. И вопрос правоты выражается исключительно во временном промежутке, на каком мы это рассматриваем. И это тоже очень ценно в плане развития своего собственного интеллектуального капитала, чем мы занимаемся на канале, поэтому колокольчик с вас и подписка непосредственно на канал. Есть подтверждение этому факту, эффект Даннинга-Крюгера, суть которого сводится к тому, что чем менее компетентный человек, чем меньшим экспертом он является в определенной области, тем более он уверен в точке своей собственной зрения и своей собственной проводы. И наоборот, чем больше человек проводит времени в решении определенного вопроса, тем больше он подвергает сомнению. То есть чем больше я знаю, тем больше я не знаю. И поэтому получается, что наличие вот этого критического мышления раз. Второе, это подвергать сомнению любую точку зрения, даже Максима, даже по текущему вопросу. Третье заключается в том, что каким образом нивелировать это. Как бы вы не верили в какой-либо инструмент, как бы аргументированно вам этого не доказывали, если вы сомневаетесь, то логичным выводом из этого решения заключается в том, что вы говорите, а вдруг может что-то произойти. Если вырастет доллар до 200 рублей, у вас защищен портфель? Если доллар упадет до 30 рублей, у вас защищен портфель? Если инфляция будет в Америке, в районе 20% у вас защищен портфель? Если правительство Соединенных Штатов Америки в течение 5 лет объявит дефолт и не сможет расплатиться по своим долгам, у вас есть страховка? Вы хотя бы это начинаете допускать, а что если нет? И когда вдруг происходит какое-то событие, одно дело быть к нему подготовленным, пусть у вас застраховано будет 20-30% капитала, но тем не менее оно будет застраховано. Чем те, которые говорят, что биткоин будет миллион, вся котлета на биткоин. Самая критическая ситуация от обратного. Что у меня для этого есть? Каким образом я себя буду вести? Большая часть активов находится в консервативных инструментах, они страхуются, они ребалансируются. И за счет вот этого ребалансировки, наличия страховочных инструментов, они обеспечивают более высокую доходность и рынка акций, и рынка облигаций, и рынка недвижимости. И вообще в принципе преодоление и решение самых главных задач, стоящих перед инвестором, защитить свои деньги от инфляции и получить сверху прибавочную стоимость. Берите, используйте, надеюсь, что вам действительно это будет важным видео. И вы по-другому сейчас посмотрите на свои портфели и по крайней мере задумайтесь над тем, каким образом они защищены. Какие конкретные инструменты использовать для глобального управления, какие инструменты использовать внутри России, как работают долговые кризисы, какова зависимость одних активов от других. Вы можете, соответственно, эту информацию получить, ссылка в описании под данным видео. У меня сегодня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока и удачи!